намастэ добро пожаловать на и про йога меня зовут ирина сегодня мы с вами будем практиковать йогу на столе а также 2 вида про на яму 2 вида дыхательной практики все эти упражнения хорошо подойдут людям которые находятся на реабилитации после коронавируса с пневмонией также подойдет для пожилых людей для работников офиса для сегодняшней практики нам понадобится стул с твердой поверхностью и со спинкой также нам понадобится мягкий ремень мягкий ремень можно использовать тот ремень который из брюк или и шорт часто бывают такие главное чтобы не кожаный было можно использовать полотенце можно использовать также блоки или большие энциклопедии большие книги йога коврики если есть если нет юга коврика главное чтобы ваш стул находился на поверхности однородный то есть если на ковре то на ковре если на полу то на полу так что две ножки на одной поверхности две ножки на другое это очень важно для вашей безопасности начнем в сегодняшнюю практику в позе горы принципе все упражнения сидя на стуле мы будем выполнять начиная от позы горы позы горы мы сидим приблизительно где-то в центре нашего стула то есть не в глубине и не на самом краешке ягодицы у нас расположены равномерно так что мы не заваливались на одну сторону ноги у нас находится на поверхности желательно на той же поверхности как и ваш стул я рекомендую чтобы это был йога коврик если есть если нет то тогда какая-то другая поверхность все суставы находится на одну привязь на уровне плечи над бедрами бедра и колени на одном уровне и колени находятся над пятками это важно для устойчивости также для осанки здесь у нас работает наш кор и работает мышцы спины поддерживать позвоночник ноги находятся на ширине плеч и внутренняя поверхность ног у нас параллельно друг другу если вам удобно наклоняться вперед сложите два кулачка и положите кулаки местами между подъемами ваших ног это приблизительно расстояние ваших плеч так нашли устойчиво стоим четырьмя точками опоры на на поверхности и не убираемся пальчиками ног сделаем несколько круговых движений плечами на вдох поднимаем плечи к ушам заводим их назад сводим лопатки на выдох опускаем плечи вниз и вперед вдох дышим через нос и выдох через нос заводим назад еще несколько раз расслабляем плечи тянемся макушкой вверх не наклоняемся вперед не наклоняемся назад по три не раз вдох выдох опускаем плечи плечи расслаблены сидим ровно не выталкиваем живот и грудь вперед во всех позах во время этой практике у нас но руки могут находиться или на на бедрах или могут находиться на на мосты в районе груди большие пальцы находится на крупной клетке то есть это здесь внизу здесь начнем нашему практику и будем практиковать дыхание пчелой тайное дыхание очень хорошо для людей страдающих синуситами также на помогает расслабиться и настроиться на практику асан поз йога поз закроем четырьмя пальцами глаза и большими пальцами накроем уши так чтобы так чтобы изолировать себя от внешней среды дышать будем через нос вдох выдох через нос и на выдох такой должен у вас быть гортанный звук как мычание или гудение очень важно чтобы дыхание этот звук был в горле и груди они только во во рту и там где ваш язык может быть первого раза не получится но с третьего точно получится делаем глубокий вдох и выдох максимально длинный но без напряжения делаем приблизительно 5-7 цикла дыхания вдох через нос и выдох и 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 последний цикл дыхания. Когда готовы, опустите руки по сторонам, на следующий вдох поднимите руки через стороны вверх, как можете высоко, если можете над головой, если пока сложно поднять, можете где-то досюд параллельно полу. На выдох ладони вниз, руки через стороны, опускаем вниз, выдох через нос, вдох через нос вверх, дышим живот, выдох через стороны вниз, еще раз вдох, и на выдох поворачиваем наше лицо и грудь в правую сторону и опускаем левую руку на правое колено, правую руку за собой, держим спинку стола, сидим ровными, запрокидываемся назад, плечи опущены. Смотрим за задним плечом, за правым плечом. Глаза направлены в правые уголки глаз. Не выталкиваем грудь, не выталкиваем живот, спина у нас прямая. делаем несколько движений со стороны в сторону головы, смотрим по направлению наших плеч. Представьте, что у вас на макушке головы стоит чашка с чаем, вы не хотите его прокинуть, не запрокидывайте голову назад. Ваш подбородок все время находится параллельно полу. Можно еще добавить глаза сюда, смотрите в уголки глаз по направлению движения. Еще раз со стороны в сторону. Потом смотрим в центр, поднимаем руки над головой, если есть такая возможность. Если тяжело поднять руки над головой, вначале реабилитация сложная, можно поднять их перед собой. и на выдох скручиваемся в другую сторону, влево, правую, укладем на левое колено. Держимся стул левой рукой и смотрим назад. Несколько скруток в районе шейного отдела позвоночника. Смотрим со стороны в сторону. Помните, тянемся макушечкой вверх, не запрокидываем голову назад и не опускаем подбородок вниз. Идем ровно. Еще два раза в обе стороны. Когда закончите последний раз, руки опять же над головой. Над головой вставляете руки, большие пальцы вовнутрь, накрываете четырьмя пальцами кулачки и делаете круговые движения в запястьях. Можно делать быстро, можно делать медленно. Как вам удобно. Опускайте руки в стороны, параллельно пола и вниз. Не спешим. Раскручивая спираль. Поднимаем руки опять в сторону. И вверх над головой. Опускаем руки. Сделаем несколько круговых движений плечами. Вдох. Плечи вверх, назад и вниз. Еще раз. Теперь опускаем плечи и теперь будем по одному плечу вперед в круговое движение и второе плечо вперед в круговое движение. Если удобно делать оба плеча, то тогда делайте оба плеча. Как плывем все равно. Здесь можно загибать локоть. Сидим ровно. И последний раз. Замечательно. Теперь руки в стороны, параллельно полу, ладошками. От себя выталкиваемся. Например, представьте, что по обе стороны от вас находятся стены. Вы толкаете эти стены своими ладошками. Вы должны почувствовать вытяжение мышц во внутренней поверхности руки и запястья. Плечи опущены. И выталкиваем живот. Сидим ровно. Опустили руки и подняли. Теперь несколько раз. Повторяем так быстро, как вы хотите. Можно не спешить. Запястный сустав разрабатываем. Теперь ладошками толкаемся вверх. Плечи к ушам. И опустили. Еще несколько раз. Плечи к ушам. И опустили. И два еще. И последний раз. Опустили. Опустили обе руки и потрясли. Расслабили. Можно плечами тоже потрясти. И оставляем правую руку на столе. Можно держать стол. Можно просто сбоку положить левую руку вверх. Опустили плечо. Тянемся руку вверх. И на выдох наклон в правую сторону. Здесь нужно согнуть локоть. Если сложно вытянутую руку держать, можно согнуть локоть. положить на задней поверхности головы. Здесь мы тянем боковину нашу. Поэтому, что делать рука здесь не особо важно. На каждый выдох можно держать стол. И на каждый выдох наклоняться чуть-чуть. Глаза чуть-чуть больше в сторону. Здесь важно не искрублять плечи. Выходим. Держимся левой рукой. Вдох. Правая рука вверх. Выдох. На кроме. Взгляд может быть вверх. Может быть вниз. Рука может быть согнута. Может тянется. Главное, чтобы плечо было расслаблено. Здесь все сидели ровно. На каждый выдох больше наклон. Еще один вдох. Выдох. Дышим через нос. Дышим животным. Вдох. Выходим. И потряслили. Вдох. Теперь сделаем несколько круговых движений головой. Правое ухо к правому плечу. Потом упустили подбородок груди. Левое ухо к левому плечу. Можно поднять взгляд вверх. Здесь продолжаем. Подбородок груди. Правое ухо к плечу. Подняли взгляд. Сидим ровно. Здесь у нас работают также мышцы живота. И плечи опущены. Очень важно. Опущены плечи. Мышцы шеи расслаблены. В следующий раз, когда ваше левое ухо будет возле левого плеча, оставайтесь здесь. Возьмите стол левой рукой. Вытяните правую руку в сторону. И делаем небольшие круговые или спиральные движения правой рукой. Здесь важно, чтобы мышцы шеи были расслаблены. Тогда вы почувствуете хорошее вытяжение мышц шеи. Плечо расслаблено. Круги можно рисовать внизу, можно чуть-чуть в стороне, можно чуть-чуть назад. Попробуйте все варианты и просто найдите тот вариант, в котором вы чувствуете лучше всего натяжение мышц шеи. В обратную сторону. Опустили руку. Взяли стул правой рукой. Подбородок к груди. Клеиваем правую руку к правому плечу. Вытянули руку в сторону. И делаем спиральные движения. В обратное направление. Можно прикрыть глаза, если так удобнее, чтобы не отвлекался. В последний раз. Вдох, выдох. Опустили руку. Подбородок к груди. Теперь делаем замок за шеей и за нижней поверхностью головы. За основной головой. Свили локти. На следующий вдох разводим локти, поднимаем голову и толкаемся головой в ладони. Ладонями в голову. Одинаковое сопротивление с обеих сторон. На выдох опускаем голову. Сводим локти. Вдох. Выталкиваем грудь. Сводим лопатки. И толкаемся головой в руки. Продолжаем с вашим дыханием. Можно делать немножко быстрее, можно виды не делать. Главное дышите глубоко. Дышим через нос. Еще один раз. Дышим через нос. И наклонитесь вперед, подвесите руками над правой ногой, в центре, в центре над левой ногой, то есть, получается, нога у вас между рук здесь. Теперь пойдем по кругу, трясем, расслабляем запястье, поднимаем руки, как высоко вы можете, если вы можете над головой, если нет, тогда перед собой делаем большой круг, продолжаем наш наклон вперед, и над головой теперь в обратную сторону, еще два круга, в обратную сторону, дышим, на выдох в наклон, руки над головой и опускаем тщательно, теперь будем делать несколько упражнений для наших ног, опять же, найдите сначала позу Гарри, это очень важно, и руки здесь, помните, можно положить на бедра, можно перед собой намасте, намасте немножко сложнее, поэтому попробуйте оба варианта, так, колени у нас над пятками, поднимаем только пальцы ног, все 10 пальцев, подушечки, пальцы остаются на поверхности, лизницы не забывайте, принимательно, маленькие пальцы, сидим ровно, дышим через нос, еще, один цикл дыхания, и теперь будем делать носочек, поднимаем, пяточка остается на полу, и пяточку поднимаем, продолжаем, вниз уставы хрустят, помните, не запрокидывайтесь назад, держите осанку, плечи опущены, и еще цикл дыхания, и опустили, поошли галли, поднимаясь здесь, немножко расслабили суставы ног, теперь у нас будем делать правую ногу, так, чтобы было видно, поднимая ногу, поднимая правую ногу, видно хорошо, делаем опять же пяточкой носочек здесь, сидим в центре стула, пяточка носочек, обратите внимание, все суставы находятся на одной линии, бедро, колено и пятка, не отводите в сторону, сидим ровно, не запрокидывайтесь назад и не округляйте спину, теперь круговые движения, теперь противоположную сторону, отлично, опустили и пробежали, вторую ногу будем делать, так опять же из тадасаны находимся, из позы горы, выпрямляем левую ногу, пяточка носочком, тянемся и отталкиваемся пяточкой, не спешите, лучше делать более качественно, чем быстро, помните, все суставы находятся на линии, витро, колено и пятками, отводим ногу в сторону и вовнутрь, круговые движения, противоположную сторону, если хрустят суставы, делайте немножко меньше движения, меньше круг, последний раз побежали, теперь возьмем ремень и положим ремень на подушечки пальцев, вот здесь не кладем сюда, в центре ноги, там где подъем, а именно вот сюда, именно пальцы кладем, почему мы это делаем, для того, чтобы вытягивалась еще задняя поверхность ноги, когда мы будем делать это упражнение. Так, здесь мы выпрямляем ногу перед собой и руки у нас находятся тоже не согнутые, то есть возможно вам надо будет взять немножко ближе к ноге ваш ремень, не за самые кончики, а ближе к ноге, так чтобы плечи были опущены, нога опять же находится у нас на одной линии, не отводим в сторону, в сторону мы еще будем отводить, поэтому задействуйте правильные мышцы здесь. Здесь возможно даже надо будет сидеть немножко ближе к краю, то есть если вы чувствуете, что вам очень легко находиться в этом положении, то возможно вам надо немножко сдвинуться ближе к краю, так чтобы мышцы вашего, нижние особенно мышцы вашего корта, живота, работали очень хорошо. Мы здесь стараемся не только руками себя поддерживать, а в основном мышцами живота и мышцами ноги. Держим нашу ногу высоко, так высоко, как вы можете. Еще несколько циклов дыхания. Возможно нога трясется, мышцы работают. Теперь можно опустить ногу вниз, чтобы взять ремень в правую руку, можно делать это вверху, если вы только начинаете делать это упражнение, то рекомендую попробовать сначала опустить вниз. На вдох подняли ногу вверх, на выдох напрягли кор и отвели ногу в сторону. Старайтесь делать это движение в сторону не мышцами руки, а мышцами ноги. Опять же, выпрямленная рука, выпрямленная нога. Толкаемся пяточкой вперед, сидим ровно. Мышцы верхней поверхности ветра напрягаются, кор напрягается. Старайтесь держать ногу на высоте силы ваших ног и живота, и руками. Это гораздо сложнее. На следующий выдох напрягаем живот. И вот можете даже вообще убрать этот ремень. Ну, не в начале, может быть, после третьей практики. И сводим ногу опять в центр. Опускаем ногу. Убираем ремень и подъезжаем. Делаем другую ногу. Те же самые движения. Положили ремень сначала на подушечке левой ноги. Сидим ровно. Локти у нас не согнуты. Ноги не разводим. Плечи опущены, дышим глубоко. Дышим, живот. Всю практику, на 45 минут, вы глубоко дышите. Тем самым увеличиваете объем ваших легких. Еще один цикл дыхания. Помните, можно опустить ногу вниз. И взять так далее. Можно делать это вверху. Отводите ногу в сторону, как можете. Далеко. Вторая нога, второе колено тоже может упасть в правую сторону. Вы можете также находиться на внешней поверхности вашей ноги здесь. Так, здесь у нас еще раскрытие бедер. Бедер тазобеденного сустава. Сидим ровно. Дышим. На следующий выдох напрягаем гор, сводим ногу в центр, сгибаем колено, убираем ремень. Немножко пробежались. Теперь будем делать марш. Будем немножко опять же работать над мышцами ног и живота. Когда мы болеем, мы много лежим, поэтому мышцы ног у нас становятся очень слабыми. Поэтому большой акцент у нас на мышцы ног здесь тоже. Руки положите намасте в груди. Найдите сначала позу горы, чтобы правильно было положение всех суставов. Поднимаем одну ногу и вторую ногу. Когда поднимаете ногу, не делайте движение в туловище. То есть у вас туловище, верхняя часть находится без движения. Поднимайте ноги. Старайтесь суставы, чтобы находились на одном уровне. То есть колено над пяткой. Прогибаем позвоночник. Можно делать медленнее, но нельзя спешить. И еще один раз по разу на каждую сторону. Молодцы. Теперь руки положили на колени. Из тадасаны опять. Из позы горы. Тадасаны, это санскрит позы горы. Руки положили на колени. Сделаем кошку-корову. Это замечательный упражнение для позвоночника. На вдох. Выталкиваем живот, грудь. Взгляд вверх. На выдох округляем плечи, округляем спину. Руки на колени. И толкаемся задней поверхностью нашей спины. Торкаемся назад. На вдох. Выталкиваем живот. Прогибаем позвоночник. На выдох. Скругляем. Вдох. 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 последний раз отлично находим исходное положение теперь мы будем делать четверочку упражнение очень хорошо для раскрытия тазобедренных суставов очень часто нам могут понадобиться блоки сделать эту асану более доступны если нету блоков тогда можно использовать энтиклопедии я покажу сначала как делать с блоками потом покажу как без них делать 2 до чем чем больше блоков тем тяжелее то есть если у вас один блок начать будет легче положили правую ногу на блоки блоки находится внутри ног и отталкиваем левое колено в сторону правое колено в сторону вот у нас раскрытие тазобедренного сустава руки находятся на коленях сидим ровно если вы не используете блоки можете положить ногу на колено тогда делайте более сложную вариацию этой позы а то есть у вас получается щеколотка находится на левом колене правое колено вы отталкиваете от себя можно даже руку положите с его внутренней поверхности чтобы отталкивать от себя левая рука у нас находится на щеколотке пяточкой толкаемся в сторону и пальцы ног на колено сидим ровно меня не прогибаемся и также обе ягодицы равномерно находится на поверхности на каждый выдох наклон вдох тянемся макушка вверх выдох наклон возможно важно конкурс не где-то здесь его со стороны вообще не заметно по низку играйте плечи сидим ровно или каждый выдох немножко расслабляемся в тазобедренных суставах и немножко наклоняемся может быть или заметное движение на следующий вдох выходим из наклона и кладем левую руку на правое колено правую руку за собой держим стол и вскруточку поворачиваем грудь правую сторону смотрим за заднем плече можно прикрыть глаза и сделать три цикла дыхания выходим опускаем колено опускаем ногу и побежали вы же знаете нужны вам блоки или нет поэтому если вам они не нужны уберите в сторону вообще как правило у всех людей каждый сустав будет разным может для этого для второго сустав для левого не понадобится эти блоки или энциклопедия то есть попробуйте сначала с ними и без них почувствуйте разницу как вам удобнее ни в коем случае нигде не должно болеть когда вы делаете практику йоги может быть дискомфорт может быть такое на грани на грани что называется боли ощущение но ни в коем случае острая боль левая рука на колени правая рука на щиколотки отталкиваемся опяточка от себя кусочек на колено тянем сидим ровно на каждый выдох и наклон на следующий вдох выходим из наклона кладем правую руку на противоположное колено левую руку за собой и в скруточку помните не прогибаем космоночник смотрим за заднее плечо и глаза козные яблоки направляем в уголки выходим опускаем ноги и побежали замечательно теперь поставим ноги немножко шире плеч руки на колени здесь можно сесть немножко на край на край и стула не в центре стула теперь мы будем делать такое упражнение для плеч положили руки пальцы рук во внутреннюю поверхность колена теперь направляем левое левое плечо вовнутрь и отталкиваемся локтем в сторону теперь сменили продолжаем еще несколько раз хорошее упражнение для плеч но также здесь еще идет тазобедря раскрытие тазобедренных суставов так как толкаемся руками во внутреннюю поверхность по разу в каждую сторону отлично выходим теперь еще сделаем такое упражнение для забедренных суставов как щетки автомобиля руки кладем намасте и теперь со стороны в сторону здесь тоже можно сидеть на краюшке стула так чтобы освободить тазобедренные суставы что можно было двигать ногами со стороны стороны можно чтобы внутри чтобы внутренние колено проваливалось немножко глубже вытягиваем внешнюю поверхность бедра мышцы отлично теперь будем делать несколько ассен стоя поэтому для этого нам нужно немного поменять расположение стола если вы используете коврик то тогда ставьте стол на коврик и чтобы сзади у вас еще было много поверхности коврика лучше всего чтобы стул стоял на коврике четырьмя ножками так чтобы он не ускользнул от вас если нету стола помните на одной и той же поверхности чтобы был и стол и вы стояли так чтобы вы не стояли на ковре а стол отдельно для безопасности стоим держимся обеими руками спинку стула сделаем несколько шагов назад и здесь мы будем проваливать нашу грудь вовнутрь толкаемся толкаемся бедрами с одни поверхности бюдер назад собака мордой вниз вытягиваем позвоночник четыре поверхности четыре точки опора ног находится на поверхности дальше тянется нас верхняя задняя поверхность ног мышцы позвоночник оттягивается помощь на столб когда готовы будем выходить из этой асаны потихоньку подступаем вперед немножко поперекатывались с ноги на ногу теперь стоим близко к столу держимся спинку стула всегда сначала начали делаем большой шаг назад правой ногой можно сделать несколько шагов можно сделать три шага например если вам нужно сделать три мы будем делать позу воина 1 1 1 1 1 когда мы находимся в позе воина 1 1 и ноги как находится как все равно на рельсах то есть не на одной линии это важно а немножко шире ближе ближе к краям коврика переднее колено у нас согнута задняя нога пяточка стоит на поверхности то есть не поднимаем пятку опущена бедра направлены к спинке стула то есть не сторону спинки стула задние пальцы задней ноги смотрят на вперед на правый угол верхний правый угол нашего коврика если чувствуете равновесие хорошего здесь можно тогда руки положить прямо стоим и побыть в этом положении несколько циклов дыхания если терять равновесие схватите за стол сразу же чтобы не упасть если чувствуете еще лучше стул готовы немножко пойти дальше тогда вытяните руки передала над головой сводим лопатки ведь не прогибаем спину только не только и бедра вперед подкручиваем копчик дышим мышцы ног сильные напряжены опустили руки на стол если они у вас нет подступили правой ногой вперед перекатывались будем делать позу можно на такую сторону делали большой шаг назад или может быть несколько маленьких шагов ставили ноги на ширине плеч левая нога смотрит на верхний угол петра направлены вперед ставьте что у вас здесь фары как машины на вот этих косточках тазобедельных и они направлены вперед не в сторону открутили копчик если можете положить руки на грудь правое колено согнуто дышим плечи опущены лопатки сходим можете поднять руки руки но плечи у нас опущены остаются еще три цикла дыхания правое колено вас не заваривается вовнутрь и правое колено находится над пяткой или за пяткой может вам надо подступить вперед или встать задней ногой назад немного опустили руки груди и ухватили за стол вверх коликом перекатывались будем делать позу воина 2 5 из позы горы когда у нас ноги на ширине плеч находится и внутренняя поверхность параллельно друг друга сделаем большой шаг назад правой ногой можно делать опять же несколько шагов как правило для позы воина 2 мы можем сделать немножко стать немножко дальше друг от друга ноги здесь у нас будет задняя нога параллельно маленькому концу кулика а передняя пятка должна быть на одном уровне задней так как или в центре центре правой ноги то есть там где наш подъем находится как вам удобнее я люблю когда центре подъема колено находится на одном уровне с вторым пальцем не проваливается вы держите стол левой рукой правую руку вытягиваете за собой если чувствуете равновесие тогда можно вытянуть и левую руку перед собой взгляд направлен вперед или на средний палец левой руки если вас рука поднята ставьте что кто-то тянет ваши руки с обеих сторон руки должны сырок должны быть напряжены не висят так напряжены сводите лопатки но не погибайте спину скручиваете копчик и вдохом возможно руки начинают уставать помните всегда можете ухватиться за стула вторую руку можно положить на бедро теперь выходим из этого положения и поступаем обе ноги в центр вверх копика перекатывались переделать вторую сторону надо обязательно делать он из обе стороны чтобы было равновесие в теле то есть опять же возле стула нашего делаю большой шаг и несколько шагов назад левую ногу находим правильное положение ног то есть у нас пятка находится в центре подъема или на на одном же уровне с другой пяткой передний колено нас согнута колено находится над пяткой или за пяткой немножко глубже если можете потом левая рука у нас на бедре или нужно вытянуть за собой если чувствуете равновесие вытягиваем правую руку также перед собой плечи опущены взгляд на средний палец правой руки дыши есть также нас плечи находится на убеду не тянемся вперед 2 щеток закончили цикл дыхания положили руки на стол на бедру отступили вперед и поперекатываясь и мы закончим нашу практику еще дыхательной практикой променялась опять же садимся на стол мы будем практиковать теофрагмальное или брюшное дыхание в принципе тоже дыхание дыхательная практика которую мы использовали в течение всей нашей асаны практики сегодня когда мы дышим через нос вдох выдох через нос и дыхание направляем живот для этой практики найдите сначала позы горы затем положите одну руку на грудь вторую на живот можно прикрыть глаза плечи расслаблены сидим ровно делаем глубокий вдох через нос дыхание направляем живот расправляем наша брюшину наша брюшина расправляем грудную клетку на выдох подтягиваем живот к позвоночнику выдыхаем через нос вдох через нос направляем дыхание на живот расправляем живот и ребра грудную клетку выдох подтягиваем живот вдыхаем через нос продолжаем выдох ваша толк должен приблизительно быть на счет 4 и выдох на такой же счет или менее чем длиннее выдох тем лучше есть главное не делать никакого напряжения никаких громких звуков и не поднимать плечи когда вы дышите плечи расслаблены дыхание должно быть плавным вдох и выдох плавным мышцы лица расслаблены закончить еще 20 кладых они неese и и и Продолжение следует...